Темой докладного выучения первого этапа вызволения Беларуси под час Великой Ачины у Лоеви займается за 1983 года. Калле еще на громадских початках тут был створенный музей битвы за Днепр. Я еще прос два года, и он набыл официальный статус. Але особливо значна эта работа активизовалась в последние годы. Калле еще в 2008 году было ведомо прикладно 7 тысяч загинувших на Лоевском плацдарме бойцов и командиров Червоной Армии, то сегодня называется уже иншая и больше докладная личба. 10 тысяч 453. Нам помогают очень в этом материалы интернета. Такие сайты, как мемориал, подвиг народа, память народа. Они помещают документы. Это списки безвозмездных потерь. Это картотека военнослужащих, которые попали в плен. То есть немецкие архивы пополняются. Это книги памяти. В раз 70-х годов после операмоги у списей невядомых заставались, навод прозвищение которых Героев Советского Союза. Небыто был таки, а як загинув и депахованный, никто не ведая. Тем божь значной можно наличить работу, якая проведена на Гомичине. У соковиков этого года у Абалуканками было принято решение об реконструкции центральной площади Лоева и увыковечивание памяти Героев, якие форсировали Днепр и воевали на Лоевском плацдарме осенью 43-го. Бои за Лоевский плацдарм поджались 27-го версня 43-го года в районе Вёске Глушец. Непосредственно Лоев вызвали 16-го Костричника. По сутности, это стало початком вызволения усёй Беларуси. Идея будовництва мемориального комплекса, присвеченного початку вызволения Беларуси, належить широку громадских организаций, инициативу потребовали на районном, потом на областном узровнях. Плацдарм с военной техникой, якая ранее належала музею битвы за Днепр, значительно поширили. Причем, колькость самой техники повеличили больше ко двоям. Плюс реконструировали братские могилки и не один на чверть повеличили вышинью стелы у гонор воинов-возволителев. Ибо, дай самое головное, зарабили аллею героев с прозвищами усих 365 героев Советского Союза, якие воевали на Лоевском плацдарме. Для поравнания, подчас Курской битвы, якая вызначила увесь дальнейший ход войны, звание героев отримал 231 человек. Теперь мемориал у Лоеви – знаковое место не только для местовых жахаров. За это время, как он открылся, нас посетило очень-очень много людей из разных областей Беларуси. И все, приезжая к нам на Лоевщину, благодарили и говорили, что это просто замечательно, что история живет. На створении комплекса у гонор-возволения Беларуси от немецко-фашистских захопников працавали литерально усею Гомичиной. На допомогу прорисийным будонюкам приходили не только местовые жахары, а и приезжали бригады доброохотных помощников из всех районов области. Неоплощенную чергу по этой причине работы завершили у степлые термины. Раз в три месяца тут почали проводить первые экскурсии. Старший прапорщик Хаджик Миржикян народился у Армении, а ли Беларусь так само лежит своей родимой. Сегодня старшиня Лоевской районной организации ветерану войны у Афганистана разом со своими боевыми сиабрами часто сусоркается с молодью. И он переконанный. Раз в 70-х годов тема перемоги над фашизмом не стратила своей актуальности. К тому пободаваны все это у Лоеви. Мемориальный комплекс, справа потребная и громадскознашная. А это была именно отечественная война. Война советского народа. Они поэтому шли, несмотря ни на что, положили свои головы, жизнь, не жалели крови своей. Именно защищали наши деды, прадеды, отцы нашу советскую землю. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадио компания Гомель, Злоевы.